здравствуйте дорогие товарищи как я рад вас видеть надеюсь что у меня тоже рад видеть иначе бы вы не смотрели сейчас в этот самый электронный свой прибор в это адское приспособление как горит один мой хороший друг шайтан машина спасибо вам конечно за то что вы здесь за то что вы пишите комментарии и время от времени поддерживайте канал материально это очень приятно спасибо про комментарии все время я читаю да и слышу на улицах люди на улицах в очередях магазинах все все говорят вы знаете рок-музыка закончилась покупая сметану там бабушку музыка закончилась семидесятые годы а мужчина который покупает пиво охота не реклама грида шоу-шоу рок-музыка закончилась в начале семидесятых или в конце и вот так вот везде везде все говорят особенно в комментариях ничего конечно не закончилось а когда речь заходит о конкретных группах всем известных которые существуют уже не один десяток лет но тут уже понятно что джет ротал играли 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 отличную музыку хорошую но после хави хосос уже все не то а дальше уже совсем все плохо восьмидесятые девяностые вообще уже слушать нечего и группа превратилась в группу сопровождения яна андерсона это уже не группа это уже сольный ян андерсон сопровождение как я уже говорил каких-то набранных музыкантов которые приходят уходят и вообще какие-то синтезаторы какая-то же все не то ну я могу сказать собственно только свою же я могу высказать только свое мнение по этому поводу потому что я не это самое а я это самое на мой взгляд если вы группа джет ротал продолжала играть акваланг до сих пор вот тогда бы я сказал что группа умерла и она уже в общем не интересно совершенно при всей моей любви к пластинке акваланг то же самое если вы группа дженесис продолжала выиграть фокстрот до конца своих дней да это была бы творческая смерть потому что художник если он художник он развивается он всегда развивается он всегда меняется как в изумительном фильме сказано артист обязан переодеваться ну я внесу поправочку артист никому ничем не обязан и никому ничего не должен и это мое глубочайшее убеждение но художник если он художник он развивается это суть творчества иначе не бывает если он не развивается если он штампует одно и то же одни и те же акваланги одни и те же фокстрота это уже попса позорная масс-продакшн серийное производство конвейер и к искусству это не имеет никакого отношения обладел рядом приемов и эксплуатирую эти приемы до конца дней своих таких музыкантов очень много очень просто и вот меня многие обвиняют в том что я все хвалю подряд я уже говорил много раз я хвалю только то что есть у меня дома то что мне нравится то что методом отбора несколько десятков лет осталось на моих полках там достаточно много конечно но еще больше пластинок отброшено мной навсегда совсем и количество музыки который мне не нравится она на порядке просто больше чем то что мне нравится и никакого не хватит интернета перечислять то что мне не нравится так вот группа джетратал я возвращаюсь я возвращаюсь к страшным и ненавидимым многими восьмидесятым время синтезаторов время зачаточных драм-машин цифровой записи не побоюсь этого слова компьютеров не побоюсь этого слова но в россии этого еще даже близко не было в плане музыки а на проклятом западе уже вовсю использовались вот эти самые технологии которые используются и сейчас всеми нами просто они модернизе модернизированы и и многофункциональнее гораздо стали нежели в начале восьмидесятых хотя в общем все то же самое по большому счету это к вопросу об искусственном интеллекте которого нет в принципе никакого искусства интеллекта не существует в принципе существуют все те же самые компьютерные программы те же самые я про это уже говорил те же самые принципы и просто они увеличивается скоростью увеличивается объем информации и все вот и весь искусственный интеллект к интеллекту не никакого отношения не имеет все эти железяки с экранами так вот же тотал 1982 год бродс вот этот бист пластинка изумительная на мой взгляд она мне очень нравится и не только мне я очень много читал комментариев отзывов в этом альбоме но мог бы и не читать потому что в моем возрасте при количестве друзей которые у меня есть при том количестве любителей рок-музыки с которыми я общаюсь можно не читать комментариев потому что мнение об этом альбоме давно уже в массах сформировано она очень высокая поверьте мне среди тех кто слушает вообще в принципе джетратов пластинка очень хорошая же тратал беспрерывно гастроли гастролировали в эту пору и после очередного тура восемьдесят первом году я андерсон сел записывать новый альбом пригласив питера джона ваттезе на клавишах и грегори конвей на ударных состав костяк группы оставался уже так сказать спаянным собственно андерсон мартин барр на гитаре дэйв пэк который ранее играл в под конвеншн на бас-гитаре на мандолине и во всяких фолковых штучках как он любил как он привык фай под конвеншн но время синтезаторов дан пришло 80-е годы и ян андерсон совершенно справедливо решила почему бы не использовать то чтоб сама в руки идет новые звуки новые инструменты новые звучания новые принципы звукозаписи взял и использовал и получилось отлично чем пластинка на самом деле в принципе это тот же самый тяжелый фолк-рок который мы слышим на там сон from the wood например на тех же самых heavy horses то есть тот же самый фолк акустическая гитара с флейтой плюс мощнейшая синтезаторная история и плюс роковая тяжелая гитара мартина барра шикарная пластинка но она такая концептуальная можно сказать тоже да и в принципе ее можно описать словами русской поговорки сказка вложь не намек ну что в принципе это сказка до бродс вот and beast то есть меч и чудовище и борьба героя владеющего мечом с этим чудовищем страшным кто победит неизвестно но на напряжении всей пластинки идет это самая борьба но иносказательно конечно моя обложка такая сказочная тоже одна из лучших обложек наверное вообще в принципе которых я видел в жизни в плане художественном и такая вот сказка ложь да да в ней намек а намек на общество в котором жил тогда ян андерсон в котором мы живем и сейчас потому что в каждой песне как любит андерсон критика окружающей действительности и взгляд нормального человека на то что происходит вокруг него но все это обличено в такую красивую форму сказочную метафорическую художественную нужное слово песни на самом деле одна другой лучше и они настолько запоминаются настолько не проникают внутрь я здесь не вижу ни одного проходного вообще номера обвести первая вещь собственно говоря про чудовище вот это в маршевом ритме тяжелым с прекрасным гитарным соло мартина бара флейт никуда не делась андерсон поет замечательно очень жесткая песня с очень современным звучанием даже сейчас когда ее слушаешь просто полный кайф и вот это чудовище которое преследует тебя и сидит на твоем плече и все время смотрит на тебя и олицетворяет все то нехорошее что происходит в нашем мире и это нехорошее она всегда с тобой и со мной и с вами со всеми она всегда с нами куда бы ты ни посмотрел она тут же прячется потом снова показывается и вот это самое сидение на твоих плечах вот этого страшного чудовища всего нехорошего что есть вокруг нас она как раз здесь и описано в этой песне очень музыкальный очень роковой очень роковая песня очень такая жесткая класс в следующий номер посвящена разобщению и тому что мы забыли о рукопожатиях мы все езди едем утром на работу в своих железных коробочках под названием автомобили рассасываемся по офисам или там по конторам по заводским цехам и не видим друг друга не не жмем руки друг другу а жмут руки друг другу только политики на экране телевизора фальшиво улыбаясь и обманывая друг друга вот эти самые рукопожатия да вот что мы имеем в рукопожатиях песня тоже синтезаторно заполненная но от этого не хуже не ужаснее не пошлее не становится все тот же джет ротал которые мы любили всегда просто с более современным звучанием ничего не изменилось по сути говоря та же самая мелодика тот же самый голос falling on hard times настали тяжелые времена мы рухнули в тяжелое время и здесь уже чистый фолк пошел прямо все вернулось все вот чистый фолк но если бы чистый фолк был бы вот вся пластинка была такая как fall in hard times это было бы уже просто вот такое самоповторы на сплошные а здесь тоже здесь фолк фолком но все современно хорошо ударные прописаны как надо все очень здорово flying colors еще одна песня достаточно медленная печальная о том что мы все под развивающимися знаменами куда-то идем непонятно куда поет ян андерсон примерно об этом грустная песня но очень красивая очень красиво слово машин бэнд меня есть песня кстати время медленной моды которую я написал не ориентируясь на вот это полотно ян андерсона медленный медленный идущий оркестр такой ну и песня соответственно медленная печальная вообще пластинка достаточно грустная достаточно грустно и веселиться то не отчего впрочем но broads world на второй стороне не то чтобы гимнообразное полотно но толкающие вперед и повествующие о том что герой все-таки встает берет свой меч волобуев где твой меч вот с этим мечом идет к берегу которому приближается черный парус совсем тем нехорошим что есть в нашем мире но герой все-таки его замочит это же самое синтезаторы очень очень умело очень четко вписаны вот эти вот новые звуки для 82 года так красиво и они делают они создают сказочную атмосферу как ни парадоксально не акустическая гитара с флейтой создают сказочную атмосферу вот эти вот штуки наползают и завораживают пусть его вот следующий номер вот вам пожалуйста флейты акустика баллада так называемая да и снова старый всеми любимый звук джетра того 8-ми 8-ю но это уже совсем просто крауд року где-то мы приближаемся дерганая очень нервная песня очень напряженная потому что он следит за тобой он следит за мной он следит из каждого места из каждого угла из каждого электрического прибора этот взгляд на тебя все пасет что в общем и правда песня очень напряженная сил драйвер вот это практически гимна образная полотно лирическая меланх и не скажу даже что милан меланхолии исполнена такая светлая печаль яна андерсова очень красиво очень хорошая пластинка просто хотя я не знаю плохих пластинок у джетра там честно говоря не знаю не могу назвать а люди что и пашен play мне не нравится все остальное просто обожаю и пошел пить в этой связи пока